Зовут меня Дмитрий Николаевич Новиков, я доцент кафедры английского языка номер один. ГИМО. Сегодня этот день проведу с вами я в качестве модератора, а завтра передам в раздражении Светлане Андреевне Песиной. У нас с вами получается примерно 10 минут на доклад на презентацию, потому что всего 160 минут для этого у нас. И чтобы все успели представить самые интересные моменты вашей презентации, пожалуйста, следите за временем. На всякий случай на восьмой минуте вам будет помогать наш технический секретарь Татьяна Николаевна. Пожалуйста, принимайте это во внимание. Наша с вами CFC сопровождается синхронным переводом. Поэтому, если кто-то захочет послушать перевод или просто насладиться английским музыком, то у вас есть возможность нажать на кнопочку «Перевод» на панели инструментов и выбрать нужный канал. Далее. Очень большая просьба. Если вы не выступаете, то отключите, пожалуйста, ваш звук микрофона. Да, вот и уже гораздо лучше стало слышно. Но при этом большая просьба для того, чтобы сохранить атмосферу присутствия, оставлять включенной камеру. Потому что докладчикам сложно говорить с темнотой. Как вы, наверное, сами поняли уже во время занятий за прошедшие месяцы. Если у вас будут какие-то вопросы к докладчику, а на все, конечно, мы не сможем ответить из-за того, что времени так много, вы, пожалуйста, пишите их в чат. Мы заодно сделали Google-документ с табличкой для вопросов. И мы можем туда эти вопросы копировать для того, чтобы вы потом уже могли оставить ваши обстоятельные ответы на них. Ну и либо во время сессии networking могли как-то тоже друг с другом лично поговорить. Ну вот, пожалуй, и все. Мы с вами начнем с общих вопросов, касающихся организации знания. Затем перейдем к тому, какое воздействие оказало и, возможно, продолжает оказывать на различные единицы языков текущая пандемия. Далее рассмотрим актуальные вопросы описания картины мира различных языковых сообществ. А уже завтра, во второй день работы, уделим внимание когнитивно-коммуникативным аспектам различных лексико-семантических и грамматических единиц, а также вопросам прагматики коммуникации. Ну, если, в принципе, все понятно, то мы можем приступать к работе. И я приступаю к оглашению, вернее, оглашаю первого нашего докладчика, это Ольга Игоревна Апарина, с презентацией о представлении знаний в новой парадигме на основании медиадискурса. Пожалуйста, вы видите мою видео-презентацию? Пока что нет. Вы нажмите демонстрацию экрана. Сейчас. А сейчас? Тоже пока нет. Татьяна Николаевна, у нас включен общий доступ к демонстрации экрана. Да, обязательно. Попробуйте еще разок. Так, я нажимаю на демонстрацию экрана. У меня есть. Сейчас, может быть, появится некоторое время. Появилось? Нет, не видно. Пока нет. Пока нет. Уважаемые коллеги, если у кого-то нет уверенности, что получится продемонстрировать свой экран, то отправьте нам вашу презентацию. Наверное, у нас это тогда получится быстрее. На почту, да? Так. Да, я сейчас чат отправлю тогда в свою почту. Да, на почту. Тогда, Ольга Игоревна, если вы не возражаете, может быть, мы тогда, пожалуй, сначала послушаем следующего накладчика, а вас уже потом, да? Тогда, если Светлана Леонидовна Климинская готова включить свой показ экрана, то... Светлана Леонидовна. Да, я попробую сейчас. Чтобы мы не теряли время, давайте мы тогда послушаем ваш наклад. Тем более, он тоже касается... Да, вот мы всех видим. Вопросов. Да. Представление знаний. Здравствуйте, уважаемые организаторы и уважаемые участники конференции. Я бы хотела поблагодарить за возможность выступить, принять участие в данном мероприятии. И мой доклад будет посвящен концепции устойчивого развития, семантической структуре и когнитивным особенностям. Самая идея устойчивого развития начала формироваться примерно сто лет назад. И идею подал об этом русский, российский ученый Вернадский. Он обозначил подход к общественному процессу и обнажил скорее экологические и экономические проблемы. Однако, со временем, сама концепция изменилась, возникли новые проблемы, которые требуют решения. И, соответственно, расширилось и понятие устойчивого развития, то есть концепт устойчивого развития изменился тоже. Многогранность данного понятия, его вариативность, его трактовки в различных культурах выявили разнообразие подходов к реализации самой стратегии устойчивого развития, что способствовало развертыванию дискурса устойчивого развития. Дискурс устойчивого развития является нефтофеноменом. Он объединяет несколько взаимосвязанных, взаимозависимых субдискурсов, на слазе они представлены. А ясность и достоверность изложения в дискуссионном процессе во многом обусловлена выбором лексических единиц, которые представляют тематически релевантные концепты. В каждом дискурсе можно выделить тематическую основу, представленную тематически релевантными концептами. Они составляют ядро, тематическую структуру субдискурса. Данные концепты отражают основные влияния и процессы, отличные для данного общественного института. Тематическая института является концептуальной основной структурой, так как она систематизирует тематически и иерархически связанные в процессах, номинируемые данными концептами. Однако, институциональные субдискурсы находятся в тесном взаимодействии друг с другом, что отражает взаимодействие социальных институтов. Результатом конвергенции субдискурсов является образование гибридных концептов, то есть концептов композитов. Они интегрируются либо в один из дискурсов, либо могут функционировать одновременно в нескольких субдискурсах. Примерами таких концептов можно назвать такие явления, как green marketing, green consumerism, green cloud, slow city и другие. В упрощенной форме взаимодействие дискурсов между собой можно представить следующим образом. На слайде представлены две утрасли. Что-то у нас произошло с Светланой Леонидовной. Светлана Леонидовна, вы нас слышите? Сейчас подожди. Так. Так. Поход 100, Светлана Леонидовна, исчезла. Да, 100, Леонидовна, нет, она есть. Она есть, да. В участниках есть, но совершенно не видно. Так, ну что же тогда, может быть, к Ольге Игоревне тогда вернемся. Ольга Игоревна, как там у вас сейчас? Здесь. Я здесь. Презентацию я отправила. Татьяна Николаевна, как с презентацией Ольги Игоревны обстоят дела? Сейчас видно? Я попробовала через свои. Да, сейчас видно. Все, получилось. Так. Отсчитываем 10 минут заново. Пожалуйста, Ольга Игоревна. Спасибо. Итак, представление знания в новой парадигме. на основании медиадискурса. Если обратиться вообще к понятию знания в истории, в эволюции, то во многих течениях, дисциплинах можно отметить, что люди обращали внимание не только на то, что является знанием, но и как они формируются. Поэтому стремление исследовать процесс восприятия информации, понимания, статеризации, систематизации предпринимался в различных дисциплинах и отраслях науки, что неоднократно отмечалось во многих работах. Еще один момент, который хотелось бы упомянуть в самом начале, то, что современная лингвистика вынесла антропологию, то и антропоцентризм, извините, как бы в центр своих исследований. Поэтому, сейчас, секундочку, говоря о теоретических основах данного исследования, то, прежде всего, это понятие языковой личности. И на первом слайде презентации представлена дата из работы профессора Московского государственного университета Татьяны Андреевны Комовой, которая трактует языковую личность как субъект познания, формирование которого в полной мере зависит от особенностей освоения трех важнейших ступеней познания. Знание эмпирическое, понятийное и интерпретное тальтивное. Говоря о самом понимании знания, потому что, естественно, чтобы понять, что такое знание, нужно обратиться к каким-то определениям, то это результат процесса познания, обычно выраженный в языке или языковой форме. И еще один момент, это теория когнитивного познания, знания Жанна Феже, и хотя она разработана для изучения познавательных процессов у ребенка, она приложима, что, опять же, отмечалось во многих исследованиях, при изучении процесса познания как взрослого человека, так и общественных групп. Напомню немножечко эту теорию, что, согласно этой теории, существуют три модели накопления и модификации знаний, это ассимиляция, аккомодация и, как результат, равновесие. Ассимиляция – это включение новой информации в существующие когнитивные схемы, аккомодация и создание новых схем на основе модификации уже существующих и равновесие, появление новой уже картины мира. Говоря о целях данного исследования, это пришло рассмотреть лексические единицы, называющие познавательные процессы, чтобы попытаться выявить трансформацию в их значении и в качество материала взят медиадискусс, в частности, статьи из английской газеты Guardian, американская газета The New York Times. Время публикации статей – это конец декабря, январь и самое начало февраля. Почему обратились к такому типу исследования? Ну, во-первых, потому что знания и что это такое, процесс их эволюции, способ признания – это сфера моих научных интересов. И второй момент – это экстролингвистические факторы, связанные с той ситуацией, в которой мы все оказались в 2020-2021 году. Итак, рассматривались лексические единицы, связанные с сознанием. И, конечно, первая лексическая единица – это knowledge или known. Что можно сказать? Прежде всего, был проведен статистический анализ. И выяснено, что лексема knowledge или know встречается крайне редко в двух статьях по одному разу. И в американской газете глагол know встречается один и в одной статье и два раза. В другой – в следующем контексте. Контекст представлен здесь. Наблюдается замена лексема knowledge, но другими словами, как to learn, see, to be aware, feel awareness и так далее. Все они представлены на слайде. И, что интересно, вот последним указом глагол find out, и он тоже очень часто заменяет ситуации, когда можно было бы употребить known. Подобный выбор лексических единиц можно объяснить неуверенностью в ситуации и не в полном доверии к поступающей информации, так как предполагается, что знание knowledge это более стабильное и систематизированное образование, проверенное и даже выберенное многочисленными фактами и временем. Поэтому, когда говорят no, это подразумевается владение достоверной информацией. Следующая лексическая единица это information. О чем частотность продемонстрировали такие данные. В среднем лексема употребляется 2-3 раза в большинстве статей. Ее употребление встречается в начале статей или когда идет отсылка на источник. Например, believe in information. И данные лексемы используют опять отсылки к некой неопределенной совокупности фактов средней и имеет общее значение. Из всех названных лексических единиц, относящихся к лексическому полю знания. Самым частотным оказывается data, частотность от 3 до 5 в каждой статье, news, соответственно, 6, 13, facts, 3, 4. Такую частотность можно объяснить несколькими факторами. Первое. Жанры исследований материала текста представляют собой новостные статьи, которые в силу важности и актуальности тематики должны дать читателю новую информацию или новости. Второе. Осталось две минутки. Две минутки осталось. Авторы статей дают сведения, факты, с которыми адресаты должны ознакомиться. Их анализ предполагается как нечто сопутствующее, что создает видимость объективной информации. и факты как и данные обозначают реальный материал, получение которого основан на эмпирическом знании. Чисто это все потребление дейта, можно объяснить как предметностью и точностью ее значения, так и общим процессом цифровизации или диджитализации всех сверх жизни, особенно во время той ситуации, которой оказались мы, когда компьютерные источники информации выступали как источники информации и как средства коммуникации. И при очевидном стремлении авторов статей избегать обозначения излагаемых факторов и сведений как систематизированных и проверенных, что присуще в общем-то насущному под наукой научное мнение обозначается как весьма авторитетно. Многие статьи содержат даже в заголовках отсылку на scientist и сочетание типа claim, state, say и так далее. И практически во всех является слово scientist, scientist concerned, found some cases и так далее. Средним частотностью употребления составляет от 3 до пяти в каждой статье. Извините, пожалуйста, время стекло. И в качестве отсылки используются также глаголы think and analyze. И можно предполагать, что подъявление глагола мыслей дает людям науке особые полномочия по обработке конкретных сведений, их интерпретаций, ставить ученых тем самым в привилегированное положение, позволяя осмысливать, систематизировать и делать выводы. Необходимость науки и особое ее положение вызвана, конечно, той ситуацией, которая возникла, необходимости в исследованиях, постановке точных диагнозов, нахождении средств для лечения. И поэтому сфокусирована на роль науки и что отразилось в видеодискурсе. Ольга Игоревна, спасибо большое. У нас, к сожалению, мало времени. Если все-таки кратко сформулировать, что же такое знание на современном этапе, какое можно дать определение с вашей точки зрения? С моей точки зрения, ну, во-первых, все зависит от лексических единиц. Knowledge это достоверная, систематизированная, выбранная информация, актная полноция, а в современном медиадискурсе в основном превалируют те слова, которые обозначают вот эмпирическое познание, конкретные данные, которые еще не прошли процесс процесс обработки, сиклинициации, то есть вот data из компьютерной науки, новости, facts и так далее. Спасибо огромное. Спасибо. Ну, и я напоминаю, что вопросы можно направить в чат или сразу в табличку, ссылка на которую у нас есть в этом чате. Светлана Леонидовна, можем ли мы продумать извините, я даже, я, честно говоря, для себя закончила доклад, но только потом увидела, что совершенно выпало из сессии. Да, пожалуйста. То есть мы можем еще минуток пять вам выделить. Спасибо. Но на каком этапе произошел сбой? Не можем сейчас сказать, потому что вдруг вас не стало слышно и видно. Так. Ну, может быть, просто кратко сформулировать основное положение. я говорила о том, что о комплексном явлении дискурса устойчивого развития, о том, что формируются различные микро структуры на базе субдискурсов, которые, результат взаимодействия данных субдискурсов, результатом являются гибридные концепты, которые формируют макро структуру концепции устойчивого развития. При этом мы видим различные семантические преобразования и мы наблюдаем различные когнитивные трансформации, которые я перечислила. Это и когнитивное сращивание, сращивание, это и модальные превращения, и категоризация, и конверсия. При этом кроме внутрифреймовых изменений мы увидим и межфреймовое взаимодействие, при этом наблюдается взаимодействие между двумя дискурсами, а бывает и между тремя дискурсами. Но и в заключении хотя бы сказать, что это весьма комплексное явление, сложное, многогранное, многомерное, но при этом мы наблюдаем трансформацию самого понятия устойчивого развития и расширение и развитие концепции устойчивого развития. Если кратко, вот, пожалуй, вот так. Спасибо. Спасибо огромное. Насколько с вашей точки зрения устойчивым является это самое устойчивое развитие в нашей дне? Ну, вы знаете, это весьма такой дискуссионный вопрос. Я принимала участие в различных конференциях именно по устойчивому развитию и увидела, что представители различных культур и народов воспринимают его действительно по-разному и для того, чтобы в конце концов найти какое-то решение, необходимо просто наладить, даже научиться говорить на эти темы. Но с другой стороны мы видим, что тема весьма востребована, она обсуждалась буквально вчера или позавчера лидерами наших стран. Так что сама идея весьма устойчива. Да, но будет надеяться на этот результат. Понятно. Спасибо огромное. Ну и сейчас мы посмотрим на то, насколько на наши знания и в том числе на устойчивое развитие повлияли последние события, связанные с пандемией. И я передаю слово Ивановой Наталье Кирилловне с докладом COVID-19 языковая рефлексия на материале английского языка. Наталья Кирилловна с нами. У нас возникли небольшие накладки с Натальей Ивановой. Мы можем тогда дать слово Надежде Ставниславу Непрачиковой и Майя Ставниславу Непрачиковой с докладом о современной медицинской терминологии и пандемии. Добрый день уважаемые коллеги. Современная тема доклада современной медицинской терминологии пандемии COVID-19 выполненная в соавторстве сотрудником Медицинского университета имени Пироговой Майей Станиславной Брачиковой. Новая пандемия известна под названием COVID-19 уже довольно подробно описана в научных публикациях. По мере распространения заболевания реакция широкой общественности на нее прошла несколько стадий от полного неприятия факта смертельного заболевания осознания реальной опасности ситуации и неукоснительного соблюдения мер безопасности до выражения социальной агрессивности и выстраивания теории заговора. Первоначальная растерянность медицинских учреждений перед фактом пандемии превратилась в профессиональное оказание помощи больным в поиске эффективных средств лечения и экстренной разработке вакцины. Широкое освещение по телевидению в СМИ массовой госпитализации больных, стремительное развертывание полевых госпиталей, производство аппаратов искусственной вентиляции легких, пропаганда средств индивидуальной защиты и строгие карантинные меры сделали медицинскую лексику самой популярной за последний год. Согласно списку самых употребляемых слов в 2020 году, составленном Институтом Коренных Языков Финляндии, в десятку попали слова коронавирус и маска. Ряд факторов, носящих языковой и экстралингвистический характер, обуставливает актуальность данного исследования, а именно возникновение новых понятий и формирование нового лексического инструментария в области вирусологии, недостаточная изученность и необходимость описания данного типа терминосистемы, широкое распространение в мире заболевания COVID-19, расширение международного медицинского сотрудничества, требующего унификации и стандартизации терминов данной области медицины, недостаточная изученность роли человеческого функционирования терминов взаимопроникновения общепотребительной и специальной лексики. Цель исследования состоит в комплексном описании медицинской терминосистемы COVID-19. Материалом исследования послужили иноязычные тексты по медицинской тематике. Было исследовано более 200 текстов. Общее количество исследованных терминов составило 1043 терминологические единицы, из них 325 относятся к предметной области медицины COVID-19. Изученные тексты были разделены на две группы. Одна из них включала научно-популярные тексты и информационные бюллетени, посвященные теме COVID-19. Вторая представляла собой научные статьи, опубликованные в специальных медицинских изданиях. Терминосистема COVID-19 изучалась с нами с нескольких позиций, одной из которых является изучение лексического инструментария по тематическим подгруппам симптомы заболевания, лечения, оборудования, медперсонал, экобезопасность. Другой позицией стали структурные особенности терминообразования в термино-системе COVID-19, а именно наличие заимствований, грамматические способы образования новой лексики, обращения к уже известной и принятой медицинской терминологии из других областей данных, знания. В основе термино-системы COVID-19 находится логическое ядро понятия иммунитет, все остальные понятия касаются описания признаков и действий связанных с его нарушением, восстановлением и последствиями его действия на человеческий организм и окружающую среду. Язык отрасли вирусологии и инфекционных заболеваний применительно COVID-19 формируется в результате взаимодействия специальных лексических единиц, отображающих понятие данного заболевания со специальными деменницами научных отраслей знаний медицины, химии, психологии и экологии. Финноязычная терминосистема COVID-19 сохраняет общие черты национальной терминологической системы, а именно в ней отсутствуют амонимичные формы и эмоциональная окрашенность. Наиболее продуктивным способом терминного образования в финском языке является метод словосложения. Термина системы COVID-19 характеризуется гибридным характером, в ней присутствуют как национально специфические, так и заимствованные большей частью из английского языка лексические единицы. В научно-популярных и новостных текстах коэффициент заимствованных слов из английского языка является низким, поскольку тексты адресованы широкому кругу читателей и должны обеспечивать высокий уровень понимания информации, изложенной в них. В текстах данной группы используется общепотребительная, общемедицинская и реже узкоспециальная лексика. В специализированных же изданиях отмечается высокий процент англоязычных заимствований. Большинство научных исследований по теме COVID-19 оформляется на английском языке. Предпочтение англоязычного термина перед национальным виболентом в научных текстах объясняется унификацией действий медицинских сотрудников и соблюдением служебного этикета. Совместные исследования активной интернет-связи стали причиной лимокультурного трансфера номинаций, в первую очередь из английского языка в другие языки при описании любого масштабного заболевания. Английский язык превратился в своеобразную матрицу в терминоведении. Процесс заимствования терминов носит комплексный характер. Он характеризуется экстенсивностью и интенсивностью. Экстенсивность выражается количественным ростом заимствованных слов из отраслей науки, в которых эти номинации употребляются. Экстенсивность лингвокультурного трансфера англоязычной лексики можно проследить в разделах лечения, оборудования, медперсонал, изучаемые термины системы. Примеры представлены на слайде. Однако скорость трансфера новых номинаций не означает их усвоение и понимание представителей другой лингвокультуры. Например, при рассылке инструкции о процедуре прохождения тестов на коронавирус для жителей Финляндии наряду с термином англоязычного происхождения вводится его национальный эквивалент. А значение слова эпидемия объясняется финским эквивалентом «ходячая болезнь». Интенсивность лингвокультурного трансфера можно продемонстрировать на заимствовании из латыни название пандемии 2019 коронавирус. Внешний вид вируса повлиял на использование его в латинском названии слова корона. Благодаря лингвокультурному трансферу слово из одной области употребления перешло в медицинскую терминологию и стало использоваться для названия заболевания. Термин маска примером является этот термин интернационализм. Английское слово маск повлияло на распространенность данного слова в разносистемных языках, в том числе и финском. В финском языке насчитывается 20 даже выше номинований средств индивидуальной защиты органов дыхания. Однако за время пандемии в разговорную речь прошел лишь ограниченный ряд слов, постепенно вытеснив из активного употребления специальную лексику. В частности, на начальном этапе распространения ковида для обозначения средств индивидуальной защиты употреблялись три термина. На втором этапе развития пандемии стало употребляться одно композитное слово маска космомаски. Все номинации связаны с особо опасными заболеваниями, названием лечебных препаратов и некоторых профилактических мер представляют собой область непрерывного линково-культурного трансфера. Медицинские термины подобного происхождения представляют собой синонимические пары, одни из которых являются эквивалентными словами. Применительно к указанным словам, составляющим пару слов маска, необходимо указать, что они не являются лексическими дуплетами, так как имеют смысловые различия и выступают в разных контекстных условиях. К интерпретативным синонимам относятся слова, которые при номинации феномена основываются на неязыковых факторах. Отличительный признак предмета или явления служит мотивирующим фактором для создания термина. Но к этому примерам является слово санитайзер. На финском языке переводом является композит рука и дезинфекция кассидеси, образованный методом словосложения. В научных медицинских терминах употребляется слово англоязычного происхождения стеризар. Любая тематическая группа имеет свой набор лексических единиц, которые не являются замкнутым и ограниченным и по мере мутаций вируса каждая тематическая подгруппа количественно увеличивается, пополняясь лексическими единицами, описывающие другие области медицины. В разделе симптомы заболевания COVID-19 нами зафиксировано большое количество слов из термина системы ОРВИ, пневмония, гематология, сердечно-сосудистые заболевания, диабет. Содержание многих терминов уточняется в ходе врачебного контроля за пациентом. Термины классифицируются, исходя из их лексико-грамматической структуры. Анализ лексико-грамматической структуры финских терминов показал, что в большинстве своем они являются однословными. При описании заболевания термина встречаются лексические дуплеты. Одна лексическая единица имеет англоязычное происхождение, другая является ее финским эквивалентом. Дуплеты являются абсолютными синонимами. Примеры представлены на слайде. Анализ текстов, адресованных массовому читателю, показал, что предпочтение лексики финноязычного происхождения перед англоязычной. И разрешите перейти к выводам. Анализ научных и научно-популярных статей о ковиде на финском и русском языках наглядно продемонстрировал, что термины являются средством профессионально ориентированной коммуникации. В медицинском тексте они отражают факты, рекомендации по лечению и профилактике заболеваний. С помощью терминов формируется и систематизируется знание о заболевании. Лексический состав термина системы характеризуется высокой информационной насыщенностью. Для термина системы характерно наличие дублетных пар. Финноязычные термины больше понятны финскому пользователю, чем их англоязычные эквиваленты. В исследованных научно-популярных текстах о коронавирусе чаще используется общеупотребительное общемедицинское и реже узкоспециальное лексико. Большинство научных публикаций, монографий в области медицинских технологий и экспериментов оформляется на английском сети, что позволяет информировать о полученных результатах. Заклад закончен. Спасибо за внимание. Заклад закончен. Спасибо за внимание. Спасибо большое за выступление. Дмитрий Николаевич, включите микрофон, пожалуйста. Я прошу прощения. Мой микрофон был выключен, а у некоторых коллег он был включен. Поэтому Наталья Кирилловна от вас шли шумы. Я с вами. Да. Надежда Станиславовна, скажите, пожалуйста, вот те тенденции, те процессы термина образования, о которых вы нам рассказали, они вписываются в общие тенденции, связанные с этим явлением, или же есть какие-то отличительные особенности? Да, Дмитрий Николаевич, я поняла вопрос. Спасибо большое. В целом они вписываются за той лишь разницей, что носителю финского языка ближе своя термина. термина система, поэтому они существуют дуплетными парами. И тенденция сильная это использование национальных терминов. Огромное спасибо. Спасибо вам. Очень было интересно послушать. Так, ну и мы переходим. Наталья Кирилловна, вы готовы включить сейчас вашу презентацию? Хорошо. Единственное, я хочу обратить внимание наших участников, что говорить желательно четко, в более или менее нормальном темпе, потому что у нас идет синхронный перевод и переводить очень быструю речь, наверное, не всегда очень, скажем так, продуктивно, потому что может быть потеряна какая-то важная часть той информации, которой вы хотите поделиться с окружающим миром. вопрос демонстрацию экрана я осуществляю? Да, вы осуществляете. А, вы будете? Нет, вы... А, хорошо, все, спасибо. Хорошо, тогда, Татьяна Николаевна, включите, пожалуйста, демонстрацию экрана, остальные отключите ваши микрофоны и мы слушаем Наталью Кирилловну. Наталья Кирилловна, у вас 10 минут. Я стараюсь власть. Во-первых, я хотела всех поздравить с Международным Днем Английского Языка и мое выступление сегодня посвящено также очень актуальной тематике на примере американского варианта английского языка. Здесь вы на слайде видите, как это опасное заболевание распространялось после штата Маликки и на слайде первая женщина из администрации Белого дома, которая впервые выступила в маске. Следующий слайд, пожалуйста. Проблема, которую мы пытаемся лингвистически рассмотреть с различных сторон, она в настоящее время находит очень большой отклик у лингвистов. Здесь приведены некоторые уже публикации появившиеся на материале русского языка на следующем слайде, пожалуйста, публикации на материале английского языка, которые показывают, что эта кандемическая ситуация вызвала очень большой лингвистический интерес, проблема ковида, ковид-риторики рассматриваются и сквозь призму наработок, имеющихся для анализа политического дискуссия и конструирования событий аттрактора посредством умной, мягкой и жесткой силы. Следующий слайд, пожалуйста. В моем исследовании будет представлена только часть той работы, которую мы провели вместе с коллегами. Как я уже сказала, это американский вариант английского языка. Сейчас проводятся нами исследования и на примере британского варианта, такое, что мы изучили на примере русского языка. И главная задача нашего исследования посмотреть процесс отражения тех реалий, которые появились в связи с пандемией именно в динамике. Естественно, мы прибегаем к определенным отработанным юридическим методам, проводим дефинционный анализ, анализируем и наличие в детьми и семьями, что очевидно. Но главная наша задача найти на это материально и очень интересно услышать и про исследование на идеале фитнесского языка, некоторые общеязыковые закономерности, отражения языком подними вируса. Здесь цепочка очень простая, как мы с вами представляем, то есть происходит событие, так называемое событие, аттрактор, язык, реалии, это событие получает дебальное оформление, а дальше уже за дело принимаются лингвисты, которые анализируют и не столько лингвисты, сколько лингвисты. Пожалуйста, следующий слайд, на котором представлены источники нашей, моей, в частности, сегодняшнего выступления информации, это тем известные электронные версии с ланваря и те ресурсы представлены, которые в настоящее время очень оперативно, практически каждый день регистрируют новую лексику, те предложения, которые появились, а самое главное, те запросы пользователей, которые появились в связи с вхождением в общественную родосферу, в общий пространство того или иного слова. Сегодняшний материал охватывает только первый тяп развития пандемии, то есть это начало 2020 года, зима и весна, он включает следующий слайд, пожалуйста, около 200 единиц, и сегодня я хотела кратко представить, во-первых, деление этих единиц на тематические группы. Первая группа, как мы видим на слайде, это название вируса. Здесь можно дать определенную стаду, точные биологические термины, аббревиатура принятая, в этой версии ранее известные только профессионалам, в профессиональной среде, вот здесь вы видите эти представления аббревиатуры, потом появилась уже аббревиатура COVID-19, что расшифровывается, как мы видим в скобках, этот телескопизм аккормиум, Coronavirus Infection Disease 2019, и это тоже очень интересное название, то можно бы сказать, по слову, греческого происхождения, которое взяли потом в латинский язык, и обозначало это первоначально именно сияние вокруг Луны и Солнца, и те слайды, которые были раньше, которые мы с вами видим в нашем видеопространстве, это визуализация визуализации, а также это другое не сияние. Поэтому корону мы уже интерпретировали на такое научно-популярное, наглядное название визуализации, а в литературе по биохимии и в литературе по химии, которая сейчас на английском языке появляется в большом количестве. Вот эти шипы вокруг вируса, они называются spikes. Одно время было в ходу слово новый коронавирус, английский новый, потом это слово быстро потеряло свою актуальность, и президентом Трампом было запущено слово в сочетании China virus, и многие корреспонденты не только в Соединенных Штатах Америки, но и в России повторяли именно это слово сочетание. Вторую тематическую группу я хотела бы обозначить как обозначение ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса. За экономию времени не буду их читать, они представлены на слайде. Будьте добры, следующий слайд. инфекционные 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 болезни и актуальные образования, которые возникли для того, чтобы лаконично и емко обозначить те новые реалии, которые нам принес коронавирус. И под группой B у меня на слайде лексические единицы, расширившие свое значение и быстро конверсированные в казинализм и некоторые другие. Но следующий слайд, пожалуйста. Среди этих единиц особое место занимает слово фрэлл, слово голландского происхождения, выявлено в языке в 1637- году, как вы видите на слайде, это слово, которое является типичным для того, как во время пандемии изменилось значение этого слова и оно стало еще одним синонимом с уже существующими лексическими единицами другого стилистического регистра. И был период в марте 2020 года, когда число запросов по дефиниции этого слова увеличилось на три с половиной тысячи и лексикографы, специально комментирующие каждую новую активную единицу, вынуждены были дать это объяснение, которое, если внимательно его прочитать, выводит фэллоу значение из лей офф, а лей офф показывает, как синонимичное с термином фэллоу. Но если мы посмотрим в англо-русские слова Армюллера, то мы увидим в новой англо-русские слова Армюллера, что там до сих пор регистрируется значение отпуск военного, терминологическая единица, относящаяся только к военной терминологии. Следующий интересный это слово lockdown. Из глобола оно быстро стало существительным. Здесь есть цитаты и у него тоже появилось новое разговорное значение. На следующем слайде мы видим примеры слова потребления этого слова. На следующем слайде мы видим, что иногда известная медийная фигура, в данном случае, например, Энтони Фаучи, директор Института аллергии и инфекционных болезней, тоже запустил ряд новых слов, которые быстро вошли в логосферу, вызвали непонимание большей части аудитории, 4 тысячи обращений за один день. Это слово следующее, пожалуйста, слайде ханкдаун. Слайде лексикографы и американского термином термином, но мы нашли в рэндом хаус его более близкое значение, чем дают данные слова. Интересный следующий слайд, пожалуйста, это маски, тоже очень актуальное явление. Сначала появилось слово сочетание medical mask, а потом заменили длинное слово на более короткое, понятное, это face mask, но здесь вы видите, что на первом этапе просили маски оставить для профессионалов, а самим пользоваться банданами и шарфом. Юридическая лексика также присутствует, в частности, у юриста мэра Нью-Йорка Эндрю Коома. Следующий слайд, пожалуйста. Мы видим, что обильно представлена медицинская лексика, не все, в частности, президент Дональд Трамп ее употребляют правильно, и слово, которое вы видите на слайде, desinfectant, вызвало бурю эмоций, поскольку президент предлагал принимать внутрь или лечиться дезинфицирующим средством, которым обычно беззараживали жилые афекты или трубы. Следующий слайд, пожалуйста, на название лекарственных препаратов, которые выявились уже на первом этапе в странице локации ФОИ, которые возникли в связи с этим и апплиятуры WFH, PPE, HI и другие, которые были в ходу. Прецедентные имена, в частности Пенглосе по имени оптимиста, Панглоса, Вальтера вызвала реакции. Это то неоправданный оптимизм, в котором виноват президента в том время совершал Дональд Трамп. И очень интересные метафоры. Если говорить про метафоры, то есть набор глаголов, которые показывают борьбу, но все-таки главное, и мы видели это в роликах, это глагол не бороться, а все-таки с вами. И в ход пошла песня Глой Геймер 1979 года. И в последнее я хотела бы обратить внимание на прецедентные ситуации. И понятно, что в каждой локозвере в каждой действительности социальной, в каждой локозвере эти ситуации в Соединенных Штатах Америки на первом так были оценки человеческих в сравнении с войной в Вьетнаме, оценки экономических потребств как последствия великих прессе в США и неожиданности Вьетнаме сравнивается с нападением и бомбардировкой в Харбан. Что касается выводов, пожалуйста, последний слайд, то здесь мы видим и уже слышали выводы предыдущего доклада, что есть избыточность лексических средств, большое количество синонимов, из которых язык отбирает то, что нужно что актуально утомить и в то же сравнение присутствует экономия усилий. Важно участникам медкоммуникации, которые передают свой личный когнитивный пагматический языковой опыт и общественный и для того, чтобы в дальнейшем изучать эти проблемы между нами и северными для того, чтобы изучить это не вредно и специально между другим и понимать. Спасибо большое. Спасибо большое, Анатолия Кирилловна. Временами, к сожалению, некоторым участникам было не совсем все слышно, но тем не менее, я думаю, что хорошо, что у нас есть слайды, по которым большую часть информации все-таки можно считать. Один маленький вопрос. Вы говорили о процессах, связанных с семантической деривацией пандемийной лексики, в частности с анонимией и полисемией. Что на ваш взгляд, кратко, если ответить, лежит в основе полисемии? так, совсем мы перестали слышать, но только Кирилл. Хорошо, тогда мы этот вопрос запишем в нашу табличку, а сейчас я тогда предлагаю вам послушать доклад Евгении Андреевны Поповой о новообразованиях коронавирусной эпохи в испанском языке. Добрый день, уважаемые коллеги, я надеюсь, что меня слышно хорошо и видно уже презентацию. Хочу также начать с благодарности организаторам конференции, я уже имею счастье участвовать в четвертый раз в конференции магии, ну и каждый раз получаю огромное удовольствие от докладов коллег. Спасибо, мы вам очень тоже рады. Итак, новообразование коронавирусной эпохи в испанском языке, источники культурной специфики, так звучит название моего доклада. В 2020 году появляется огромное количество статей, посвященных неологизмам в разных языках, неологизмам коронавирусной тематики. Вот из совсем недавнего, например, прекрасный сборник «Новые слова и словари новых слов 2020», изданный Институтом лингвистических исследований РАН в Санкт-Петербурге. В него включены работы по прагма-семантике коронавирусных неологизмов в русском, английском, немецком, китайском, казахском и венгерском языках. И также стоит выделить работу эта статья, но она довольно-таки длинная, большая, очень содержательная, совместная работа ученых из России, Финляндии, Швеции и Испании, которая называется COVID-19 «Катастрофа в языковом измерении разных стран». Это наиболее серьезные исследования с последнего времени и хочется отметить, что испанский язык, несмотря на то, что выступает богатейшим источником коронавирусных неологизмов, к сожалению, пока не очень исследован с точки зрения этих самых коронавирусных неологизмов. И возникают в испанском языке, есть, конечно, и статьи, и интервью, в основном публицистические произведения, связанные с ковид- неологизмами. Но и также важно отметить такие стихийные словари коронавирусных неологизмов, такой вот народной речи. Словари включают такие новообразования, которые появляются в СМИ, очень все актуально, моментально проходит модерацию, вот на данный момент 111 единиц в словаре, который называется COVID-сионарио, то есть COVID-сионарио, слова коронавирусных неологизмов. И наше исследование посвящено в первую очередь эмоционально окрашенным единицам, и в общем-то COVID-сионарио как раз и содержит единицы, которые имеют экспрессивную направленность и выражают какую-то оценку. И мы сосредоточились на этих языковых единицах, они используются не только и не столько для номинации коронавирусных динататов, сколько для выражения эмоций по поводу происходящей ситуации. И наша цель изучения оценочных испанских языковых единиц, созданных для эмоциональных характеристики явлений COVID-эпохи и их связи с культурными реалиями страны. И начнем с того, что оценочная коронавирусная лексика в испанском языке во многом сохраняет интернациональный характер. Вот в желтой рамочке такие слова как COVID-йота, инфодемия, коронакризис, коронойя, корона плюс паранойя, они понятны и без перевода. Или вот этот известный мем Давид и COVID, который и в русском языке также распространен в Рунете, можно найти его и в англоязычном, то есть это интернациональные вещи. Но значительный пласт существует в испанском языке таких национально маркированных языковых единиц. И вот мы на данный момент исследуем источники этой самой культурной специфики. Буквально два слова о том, что наиболее частотными словообразовательными моделями преобразования коронавирусных неологизмов являются слово сложение, аббревиация и блендинг. Причем про блендинг можно вообще говорить отдельно и писать отдельные статьи, чем мы тоже занимаемся, потому что он составляет именно в этом секторе большую часть из, допустим, 111 единиц ковид-сюнарио 56 это бленды. И там огромный простор для исследований испанистам на заметку и с точки зрения значений, с точки зрения разных типов блендинга, потому что там существует как минимум три, а то и четыре, кто-то выделяет модели словообразования именно по типу блендов. Не буду на этом останавливаться, потому что все-таки наша задача исследовать культурную подоплеку. Итак, в первую очередь скажу, что факторы мы условно разделили на экстралингвистические и собственно лингвистические и по паре примеров из каждого выделенного нами сектора. Обращать на себя внимание частотное использование испанских СМИ ковид-неологизмов, связанных с политическими персоналиями и организациями. Например, ультраправая национально-консервативная политическая партия Испании ВОКС, которая прославилась тем, что на время пандемии единственная отказалась от перемирия, координации усилий с другими политическими партиями и обвинила их во всех смертных грехах в, собственно говоря, распространении коронавируса. И ВОКС, уже имея специфическую репутацию в связи со вступлениями за ликвидацию автономных областей в стране, с поддержкой антиисламизма, с критикой мультикультурализма, после таких спекуляций на тему пандемии, получила в СМИ характеристику бурократа. Вы можете здесь в желтой рамочке посмотреть, все переведено, что обозначают определенные языковые единицы. И также ковидсионарио фиксирует такую единицу как булокс. Это тот же самый булослух или фейк плюс вокс. Такой получился бленд. И в похожем контексте оказался увековечен министр здравоохранения Испании Сальвадор Илья. Существует фразеологизм «стара стала корония», корония – это макушка, то есть когда все достало, прошу прощения за сленг, и быть сытым по горло. И имя по созвучию этого министра как раз стало источником образования устойчивого выражения, когда его речи, не приводящие ни к чему, по мнению народа, не имеющие результатов, уже тоже у всех сидят в печенках. И, соответственно, маскария, вернее, это медицинская маска, и сеньор маскария, это также тот самый министр Сальвадор Илья, а также любой человек, который разглагольствует много, но без толку. Следующий пункт, культура обусловлена источник экстралингвистический, это испанские бытовые реалии. допустим, результатом переосмысления реалии Семана Санта, «Страстная неделя», во время которого осуществляются в Испании массивные празднования во всех регионах перед Пасхой, процессии различные, теперь звучит как Семана манта, ну, по крайней мере, в прошлом году, когда была тотальная изоляция, манта – это одеяло покрывало, то есть это время, когда вместо празднования человек сидит дома на диване под одеялом и страдает по этому поводу. Или такой феномен как балконизму, когда люди выходят массово на балконы, ну, представляете себе, в испанских городах, даже в больших городах, многие районы, это узенькие улочки, и там балконы буквально находятся напротив друг друга, соответственно, люди выходят и выражают поддержку врачам, людям, которые борются с пандемией на передовой, это слово с положительной коннотацией, а вот балконации, тоже понятно, без перевода слова, это человек, который, наоборот, со своего балкона постоянно следит и наблюдает, как бы кто там не вышел во время карантина, как бы кто-то там лишнее время не погулял со своей собачкой, и всячески это докладывает об этом в полиции. Осталось две минуты. Спасибо большое, как раз мне хватит. Несколько слов о, собственно, лингвистических факторах. Источниками культуры обусловленных неологизмов может быть лексическое значение отдельных слов, например, pan это хлеб в испанском языке, pan de miar глагол это запасаться хлебом, ну мы запасались гречкой, испанцы запасались хлебом, когда только началась эпоха карантина. Или, допустим, слово vermut, vermut тоже по игре слов, глагол ver видеть, собственно говоря, сам напиток, да, еще звукоподражание mu, это видеоконференции с друзьями под совместное употребление вина или других спиртных напитков. И еще одним очень важным источником культуры обусловленной семантики является паремиологический фонг языка. Здесь вы можете посмотреть примеры пословиц, которые немножечко переиначились в испанском языке и приобрели новое значение. Таким образом, здесь также вот вы видите, какие источники изначально были и появляются многочисленные мемы, вот, например, слева это мем «En abril kilos mil», то есть в апреле приходят тысячи лишних килограммов, прошлый апрель, когда все сидели дома и набирали вес. Ну и можно сказать, что антипословица образуется в основном на базе всем известных частотных паремий и носители языка без труда опознают прототипы народной мудрости, накладывая на них новые смыслы. Но из примеров видно, что источником испанских антипословиц может служить и общеевропейская паремиология, как все дороги ведут в холодильник от пословицы «все дороги идут в Рим». Это очень известная пословица, ее знают, наверное, во всех европейских языках, поэтому эффект понятен и за пределами испаноязычной культуры. И на этом я заканчиваю, могу сказать в заключение, что представленный перечень источников, конечно, является открытым, наверное, и наверняка существуют и другие источники культуры обусловленных неологизмах с коронавирусной тематикой, но при анализе каждого из них можно говорить об обращении испанцев к языковой игре и созданию юмористического эффекта. Таким образом, одной из важных функций слова «творчество» в эпоху пандемии нам видится помощь в снятии эмоционального напряжения, что характерно, наверное, не только для испанской, но и для других культур. Я благодарю вас за внимание. Огромное спасибо, Евгения Андреевна. Коллеги, есть возможность задать один вопрос, если кто-то вдруг созрел. Если нет, то напоминаю, что можно всегда отправить в чат ваши вопросы. Я еще раз благодарю Евгению Андреевну за очень интересный доклад. Теперь, когда мы поедем в Испанию после пандемии, мы будем ко многому готовы. Спасибо большое. Далее я приглашаю Валерию Анатольевну Барьковскую с докладом о квазинаучном термине токсичной в современной блогосфере. Спасибо. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Тоже хочу поговорить организаторов за приглашением поучаствовать в вашей конференции. Спасибо. Вы делаете колокольчик? Да. Наталья Кирилловна, отключите, пожалуйста, микрофон. Скажите, пожалуйста, видно мою презентацию? пока не видно. Наталья Кирилловна. Наталья Кирилловна. Татьяна Николаевна, мы можем принудительно включить микрофон. Спасибо. Выключила микрофон, да? Да, спасибо. Итак, Валерия Анатольевна, вам слова. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, вашему вниманию представляем доклад на тему квазинаучный термин «Токсичность в современной благосфере». Актуальность данного исследования обусловлена тем, что расширение сферы деятельности человека в условиях существования реальной виртуальной действительности приводит к росту социального взаимодействия, который, к сожалению, носит иногда деструктивный характер и воспринимается коммуникантами крайне болезненным. С одной стороны, человечество достигло определенных высот во многих сферах, однако, с другой стороны, оборотной негативной стороной научно-технического прогресса является повышение психической нагрузки на человека и испытание его на стрессоустойчивость. Полагаем, что эффективным инструментом исследования коммуникативного поведения человека является междисциплинарный подход, который объединяет совокупность знаний и знаний о человеке и может пролить свет на актуальные вопросы, которые связаны с феноменом коммуникации в современном мире. Сегодня слово токсичное стало достаточно популярным как в русском, так и в английском языке. Несколько слов скажу о истории возникновения этого слова. В русском языке определение дается в толковом словаре Ушакова это способное отравить, вызвать отравление и так далее, а на уровне речи зафиксированы следующие словосочетания токсичная тема, токсичный человек и так далее. Что касается английского, то это слово пришло из латинского и соответственно греческого. Колокации связаны со следующими сферами В свою очередь оксфордские лексикографы определили по тем словоупотреблениям, которые были ими зафиксированы, что употребление слова toxic в английском относится к рабочим, деловым отношениям, любовным, партнерским, семейным отношениям, между детьми, супругами, родителями, родственниками вообще, а также слово toxic очень часто употребляется, когда англоязычные говорят о политиках, что, собственно говоря, тоже неудивительно. Еще интересный момент, в 18-м году слово токсичный по версии экспертного совета при Центре Творческого Развития Русского Языка было определено словом года и одновременно оксфордские лексикографы тоже выделили слово toxic как слово года. В данной статье, в данном исследовании на русском языке материалом исследований послужили тексты блогов, посвященные теме токсичности на популярной платформе Яндекс.Дзен. Что касается англоязычного материала, то это не только популярные тексты блогеров, а уровень образования и имеют ли они медицинское, психиатрическое или психологическое образование доподлинно неизвестным. Помимо этого, это были блоги медицинских учреждений, которые официально предлагают психологическую помощь на население. Анализ материала показал, что и на английском, и на русском в качестве примера токсичных людей выделяются нарциссы, манипуляторы, аферисты. Главным критерием токсичности является постоянное деструктивное воздействие, которое сопровождается нанесением эмоционального или психологического вреда жертвы. Ядовитый партнер ставит себя и собственные интересы превыше всего, пишут русскоязычные блогеры. Но в отличие от эгоистов, ядовитый человек наносит вред другим, причем делает это умышленно. Примерно то же самое содержание мы встречаем и в англоязычных блогах. A toxic relationship is defined by the consistency, the intensity and the damage. Языковое оформление блогов, как в русском и в английском, по некоторым параметрам совпадает. Универсальными является употребление метафоричных номинаций. Коммуникативные роли точно так же на русском и на английском примерно одинаковы. Это жертва, критик, недотрога, завистник, насильник, спасатель, поклонница, родитель, ребенок. Помимо метафорических номинаций используется прием гиперболизации, достаточно много встречается гипербол. Что касается лексического состава, то помимо общепотребительной лексики употребляются эмоционально нагруженные номинации и разговорная лексика, что продиктовано тем, что блогеры стремятся сблизиться с массовой аудитории и максимально донести свои идеи в упрощенном иногда виду. Анализ русскоязычного материала показал, что тема токсичности невероятно популярна среди блогеров. Предлагаются чаще всего достаточно простые решения, которые сводятся к простой формуле «Если тебе плохо с этим человеком, брось его или перестань общаться». Что касается англоязычных блогов, то они немного отличаются тем, что, во-первых, если речь идет об официальном блоге медицинского учреждения, то языковое оформление такого блога стремится к тому, что мы называем официальным научным медицинским дискурсом. Хотя, конечно же, там тоже есть описание деструктивных элементов коммуникации, достаточно доступно для массовой аудитории. Кроме того, в англоязычных блогах встречается еще медицинская терминология, что не характерно для русскоязычных. В русскоязычных блогах по теме токсичности больше смешения терминологии наблюдается. То есть есть терминологии, которые характерны для психологии, иногда для психиатрии, но, к сожалению, русские блогеры, наверное, не стремятся, прежде чем писать свои тексты, досконально разобраться, где какая терминология и какому из учений психологических она принадлежит. Это что касается языкового оформления. Кроме того, и англоязычные и русскоязычные блогеры выделяют признаки токсичных отношений, стратегии и тактики поведения, подразумевая, как я уже говорила, что основная коммуникативная стратегия токсичной личности заключается в постоянном негативном воздействии на коммуниканта. Все-таки если посмотреть на эту проблему немножко шире, я думаю, что то, что сейчас эта номинация токсичной в русском и токсик в английском так популярна, связана с тем, что научное знание по этой проблеме все-таки требует действительно очень основательного подхода. И вот на слайде, который называется межличностная коммуникация, причем здесь токсичность, я выделила несколько научных источников, в которых научным языком без употребления таких метафор описана, собственно говоря, сложность человеческой коммуникации. Осталось две минуты. Да, спасибо, я поняла. Один из выводов, который был сделан в процессе данного исследования, состоит в том, что человеческая коммуникация чрезвычайно сложна, ее нельзя сводить к одной единственной метафоре токсичность, которая одновременно означает и неконтролируемые вспышки гнева, и более серьезные психологические или даже психиатрические причины. сегодня достаточно много исследований, не только лингвистических, а исследований на стыке наук, лингвистики и психологии, лингвистики и нейробиологии, которые нам говорят о том, что, конечно, все намного сложнее, чем просто употребление некой метафоры. Я позволила себе выделить такие причины, их ну, как минимум пять, на мой взгляд, но я думаю, что на самом деле, если копать еще дальше по этой тематике, их больше. Спасибо большое за внимание. Один из выводов, что термин токсичность, как в русском и в английском, на данном этапе для массовой аудитории является такой своеобразной терминологической ловушкой, потому что данное слово в этих контекстах, в которых оно употребляется, характеризуется невероятной широкозначенностью. Спасибо за внимание. На этом доклад закончен. Большое спасибо, Валерия Анатольевна, за интересный доклад. Действительно, это слово прибыло очень большую популярность в последнее время и в английском и в русском языках. Может быть, как на ваш взгляд, может быть, есть какой-то самый яркий признак, который позволяет всем людям это слово использовать в тех или иных ситуациях? Вы знаете, судя по тому, что я читала в блогах, как русских, так и англоязычных, мне кажется, что, к сожалению, любые проявления деструктивных тактик или стратегий в коммуникации именно обозначались как токсичными. что мне кажется, не совсем правильно, потому что исследования человеческой личности, те, которые даже были уже сделаны сто лет назад психиатрами, неврологами, в общем-то, все эти негативные проявления в нашей коммуникации, они тем или иным образом уже были классифицированы. Но с другой стороны, просто в бытовом употреблении люди не всегда опираются на научные какие-то классификации, а для них просто важен какой-то основной базовый признак когнитивный, который они ставят в основу того или иного значения и пытаются им описать то, что видят вокруг себя. Да, я полностью согласна, что это как раз номинация или метафоричный термин, который очень подходит для бытового дискурса, для некой может быть наивной картины мира, но он так сказать поэтому и популярен в том числе. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Марина Юрьевна Авдонина и Наталья Ивановна Жабо и Ирина Борисовна Чернышова о вариативности эксологического пола русских заимствований. Слово парадчиков. Пожалуйста, мне включите демонстрацию экрана? Так, уважаемые докладчики. Извините, уважаемые коллеги, а меня вроде бы пропустили, нет? Да, прошу прощения, Анна Владимировна, да, немножечко перескочил. Спасибо, что привлекли в нашем знание. Тогда Марина Юрьевна пойдет чуть позже с коллегами и заодно подумает, нужно ли будет включать нам презентацию. Анна Владимировна Куковская, полимодальные концепты современной коммуникации как результат лингвокреативности блогеров в интернет-дискурсе. Добрый день, коллеги. Спасибо. Извините еще раз. Нет, ничего страшного, ничего страшного в списке, да. Я вообще очень рада участвовать в конференции, я уже участвовала в предыдущей, и поэтому я очень рада вернуться. Сейчас я постараюсь включить демонстрацию экрана, и надеюсь, что будет все видно. Так, скажите, пожалуйста, видно ли мой экран? Да, хорошо видно, спасибо. Отлично, спасибо большое. Итак, как видно, мой доклад называется «Полимодальная репрезентация концептов в англоязычном интернет-дискурсе как результат лингвокреативности блогеров». И в докладе будет рассматриваться функционирование концептов и их полимодальная репрезентация в англоязычной коммуникации блогеров, интерпретирующих произведения современной массовой культуры. В настоящем исследовании мы исходим из положения о том, что полимодальная репрезентация концептов обусловлена активизацией лингвокреативного мышления коммуниканта. Как утверждает Новом Хомский, любое использование языка подразумевает под собой лингвокреативную составляющую. Будучи когнитивным процессом, лингвокреативность связана со стремлением человека познать, категоризировать, творчески преобразить, интерпретировать окружающую действительность, в том числе художественную. Интерпретируя произведения массовой культуры, блогеры создают или изменяют концепты, которые часто имеют полимодальную репрезентацию. Под полимодальностью мы понимаем способность человека совмещать в процессе познания и коммуникации несколько способов освоения мира и общения. Такие способы и такие каналы репрезентации, как вербальный, визуальный, кинетический, то есть жестовый и прочее. Полимодальность в благосфере с одной стороны обусловлена активизацией лингвокреативного мышления коммуникантов, которые используют различные каналы представления информации, благодаря чему получают свое распоряжение богатый инвентарь лингвистических и паралингвистических средств. С другой стороны, полимодальная репрезентация концептов возможна благодаря устно-письменному характеру интернет-дискурса, характеризующегося разнообразием вербальных и невербальных инструментов. Концепты, имеющие полимодальную репрезентацию, обычно метафоричны, так как при их порождении происходит установление связей, то есть проекции, между областями знаний, когда, не ограничиваясь естественным языком, задействуются различные модусы коммуникации, то есть различные каналы и различные семиотические системы. На рисунке один на этом слайде и на следующем рисунке, который будет представлен на следующем слайде представлены примеры полимодальной репрезентации типичных концептов, взятых из англоязычного интернет-дискурса блогеров. Данные концепты создаются вследствие лингвокреативной деятельности блогеров. На данном рисунке представлен концепт, который по-английски называется adorkable. На языковом уровне он представлен словом blendом, то есть интеграцией слов adorable и dork. визуальная составляющая полимодальной репрезентации дает представление о том, как выглядит тот самый чудоватый, но милый персонаж, который может быть лицом концепта, и помогает понять суть данного концепта и достроить его до фрейма или скрипта. На рисунке представлен иной метафорический концепт, также популярный в интернет-дискурсе блогеров. На английском языке он называется cinnamon roll, а на русском может быть представлен словосочетанием сладкая булочка. Данный концепт возник благодаря метафорическому переносу, подкрепленному полимодальной репрезентацией. Визуальный модус помогает лучше передать смысл концепта и сильнее воздействует на эмоции коммуникантов. Калаш на данном рисунке позволяет представить себе процесс метафорической проекции. То есть аппетитная булочка трансформируется в милых зверюшек. Здесь же также мы можем видеть игру слов. В данном случае английское слово bun это не только булочка, но еще и кролик. И наконец мы видим, как в результате подобных переносов возникает персонаж, понимаемый как милый, симпатичный, сравнимый с вкусной булочкой. При этом концепт обозначает героя милого, уязвимого, переживающего различные заключения. Данного персонажа хочется защищать, потому что он наивен и как будто бы слишком хорош для этого мира. От подобного персонажа ожидается определенное типичное поведение. Иными словами, данный концепт может быть развит до соответствующего фрейма или скрипта. Еще одним концепт, который в англоязычном интернет-дискурсе представлен словосочетанием special snowflake. По-русски его можно назвать длинным словосочетанием человек с необоснованными претензиями, как так называемая особенная снежинка. Итак, данный концепт в англоязычном интернет-дискурсе благосферы также возник благодаря метафорическому переносу и основан на том, что не бывает двух одинаковых снежинок. Все снежинки уникальны и хрупкие, нуждаются в бережном отношении. Это относится как к реальным снежинкам, так и используются при метафорическом переносе. Данная фраза special snowflake или особенная снежинка обычно имеет негативную коннотацию и относится к тем людям, которые имеют о себе высокое мнение и требуют к себе особого отношения по причине своей несуществующей уникальности и чрезмерной ранимости. А когда они не получают подобного отношения, данные люди имеют тенденцию становиться агрессивными и оскорблять окружающих. Метафорический концепт special snowflake представляет собой также свернутый скрипт, описывающий стереотипное поведение человека, означенного данным выражением. На слайде также представлено, как данный концепт актуализируется при помощи вербального и визуального модуса. Концепт special snowflake представляет собой особый интерес для исследователей, поскольку в благосфере наблюдается тенденция к его модификации. Блогеры начинают использовать его не только с отрицательной, но также с положительной коннотацией, утверждая, что каждый человек уникален подобно снежинке, и в этом проявляется его индивидуальность и сила. Примеры такого употребления также представлены на слайде в приведенных примерах, и мы видим, как негативная коннотация может переходить в положительную. блогеры также подкрепляют такое переосмысление, то есть переход от негативной коннотации к положительной через полимодальные записи, например, такие, как представлены на рисунке 4 на слайде. В данном случае мы видим изображение снежинки и подпись человека, то есть вы назвали меня уникальной снежинкой, спасибо, что напомнили мне о моей уникальности. Далее этот концепт также интересен тем, что он получил широкое распространение за пределами интернет-дискурса блогеров-интерпретаторов массовой культуры. Он используется, например, в политическом дискурсе, в СМИ, и что также интересно, он используется на разных языках, то есть как в англоязычном интернет-дискурсе, так и в русскоязычном и за пределами интернет-дискурса. При этом он имеет как негативную, так и позитивную коннотацию. На данном слайде мы видим интерпретацию с негативной коннотацией, а на следующем мы наоборот видим переход к позитивной коннотации. Сравнивая путем метафорического переноса республиканцев с особыми снежинками, блогеры также опираются на лингвокреативное мышление, тем самым еще более обогащают данный концепт. На рисунке 6 на слайде представлена интерпретация данного концепта, схожая с той, что используют блогеры интерпретации современной массовой культуры, как было представлено в слайдах ранее. Коммуникант подчеркивает, что уникальность придает силу, так же, как придает силу и объединение единомышленников. Обращает на себя также внимание фраза, являющейся интертекстуальной аллюзией на популярный сериал «Игра престолов». Имеется в виду последняя фраза на слайде «Winter is coming», то есть в русском переводе «Зима близко». Данная фраза выражает предзнаменование суровых испытаний или может быть использована как завуалированная угроза. Блогер, сделавший данную запись на политическую тему, видимо, является поклонником массовой культуры, что объединяет трансфер концепта из одного дискурса в другой. Следует также обратить внимание на сознательное нарушение орфографической нормы, написание слова «флейки» с множественным «и» в конце. Подобное написание используется для передачи просадической информации, то есть передает или помогает передать манеру, в которой коммуникант произносит данное слово. Подобное написание призвано передать пренебрежение к тем, кто использует это выражение и, возможно, даже с целью оскорбить оппонентов. Таким образом, проведенный нами анализ позволяет сделать следующие выводы. Англоязычный интернет-дискурс блогеров-интерпретаторов современной массовой культуры является средой, благоприятной для порождения новых метафорических концептов вследствие лингвокреативной деятельности коммуникантов, что помогает им интерпретировать и категоризировать окружающую действительность при помощи лингвистического моделирования. Концепты достаточно часто имеют полимодальную репрезентацию и, кроме того, некоторые концепты, как, например, Special Snowflake, получают распространение в других дискурсах за пределами благосферы и также на иных языках. Это были основные выводы из нашего исследования. Благодарю за внимание. Спасибо, Анна Владимировна. Маленькое уточнение. Скажите, пожалуйста, чего в большей степени все-таки зависит положительность или отрицательность таких полимодальных концептов? Нам представляется... Слышите меня коллеги? У меня что-то просто с экраном. Согласно нашему исследованию, нам представляется, что изначально, естественно, данный концепт имел отрицательное значение, но это очень распространенная тенденция в благосфере, по крайней мере, среди блогеров, которые пишут о произведениях массовой культуры. Когда некий концепт достаточно долгое время используется, допустим, с негативной коннотацией, то очень скоро или через некоторое время находятся те пользователи и те коммуниканты, которые хотят как бы возразить и сказать, что нет, на самом деле нет ничего плохого в том, чтобы быть, допустим, особенным или наоборот. И происходит, так сказать, маятник качается в другую сторону и концепт начинает как бы переосмысляться. Иногда он совсем может быть деконструирован и, так сказать, разрушен и на этих обломках прежнего концепта может строиться новый, уже более положительный. Через некоторое время происходит как бы обратное действие и концепт снова может из, так сказать, положительной части спектра опять перейти в отрицательную. То есть, это такой процесс просто потому, что, естественно, интернет-дискурс это очень такая живая среда, постоянно развивающаяся, то вот эта тенденция качания маятника из одной стороны... Адаптивные какие-то там силы. Да, да, да. Просто иногда кажется, что когда, вот, допустим, некий концепт используется с отрицательной коннотацией, то просто вот у пользователей возникает сильное-сильное желание возразить и сказать, что нет, надо переделать все и поместить его в другой контекст. Вот, возможно... Спасибо. Спасибо. Очень-очень интересно. Как нам представляется с ингрекативностью в первую очередь? Да. Нужны другие причины. Огромное спасибо еще раз. Спасибо. И приглашаю Авдонину Марину Юрьевну с докладом об вариативности ксиологического поля русского заимствования аппаратчик в франкоязычных медиатекстах. Анна Владимировна, я просто продолжаю ваше выступление, но только уже в французском языке, и мы исследовали слово-аппаратчик, заимствованный из русского языка во франкоязычных медиатекстах. Как вы видите, мы представляем три разных университета. Наш лингвистический, Университет дружбы народов и в КИА, МИД, РФ. И таким образом мы рассматриваем функционирование одного заимствования советской эпохи как оценку персоналей во франкоязычных СМИ вот последние 10 лет, и особенно в 20-м году, в 21-м году, потому что действительно произошел резкий скачок, о котором вы только что и говорили по поводу других слов. Буквально два слова о том, как мы делали это исследование. Мы исследовали сначала словари французского языка, я имею в виду Ларус, Робер, и составили там, не знаю, 12-13 лет назад список всех тех слов и значений, которые там имели хоть какую-нибудь помету или отношение к России, и просто заодно показываю вам этот спутник несчастный, потому что, вы знаете, у нас в лексикологических учебниках, по которым мы сами учились, всегда было указано, что слово спутник стало нарицательным и означает во всем мире космический аппарат. Ну, мы можем сказать, что просто именно на этом слове видно, как проходит очень резкое изменение в последние годы. Спутник получил снова заглавную букву, стало опять обозначать три первых космических аппарата, запущенных советскими учеными в космос, но просто покажу вам вот ситуацию, в которой мы находимся, именно на этом примере. Ладно бы уж, французы не знали, что это такое, им каждый раз, когда говорят о вакцине, объясняют, что такое спутник, но посмотрите, что написали наши девушки с высшим образованием, которых попросили создать путеводитель по московским музеям. Официально считают, что история космонавтики началась 4 октября 1961 года, когда на орбиту был выведен первый искусственный спутник Земли. В этот день, в 2002 году, в России отмечается праздник День космических войск. От ужаса я написала в Музее космонавтики, который описан этим текстом. Понятно, что 4 октября 1957 года, что 12 апреля 1961 летал Гагарин, и что праздник День космических войск введен под 50-летие полета спутника в 2006 году по 2007. Почему эти девушки так составили этот текст, осталось неожиданностью, и я это веду к тому, что не надо ругать французов. У нас и свои хорошие. И вот среди тех слов советской эпохи, которые характеризуют ситуации во Франции, в наше время мы можем выделить следующие слова. Одно из них аппаратчик мы сегодня и будем обсуждать. Происходит очень большое движение как раз коннотативной сферы этих слов. Обращаю внимание на главу «де Сталинизе», очень часто употребляющийся во французской прессе по поводу ситуации чрезмерного такой зацентрованности университетов и больниц. Больниц сейчас это, как говорится, номер один интересов каждого правительства. Министр здравоохранения всегда, в общем, правая рука премьер-министра. И вот именно «де Сталинизе» это глава, который употребляется, чтобы показать, что нужно бороться слишком такой централизованности управления. Бывают термины, созданные как кальки, как транслитерация. Некоторые из них, что очень важно в русских терминах, надо понимать, что они не всегда образованы в России. Например, элемент химический Менделееви это Беркли, Калифорния, 55-й год. Казалось бы, уходит слово «такамак». Оно стало гораздо меньше известно французам. И тут, в 15-м году, во Франции, начинается строительство огромнейшего «такамака», бешеные деньги, участие в 25 стран, было 26, Канада вышла. И это слово снова в прессе, снова на слуху. С другой стороны, «фианит» попытались, вот так же, как со спутником люди, которые были связаны с рекламой этого искусственного драгоценного камня, продвинуть это название, идущее от физического института Академии наук. Но нет, это название только в их рекламных текстах, а все люди, которые покупают этот искусственный камень, называют его или оксид циркония, или диоксид циркония, соответственно. мы много работ посвятили разным аспектам того, как функционирует заимствование из русского и французского языка, и переходим к слову «аппаратчик». Первое отличие, конечно, если мы сравниваем словарное значение, то, что у нас есть рабочая профессия, аппаратчик-аппаратчица, то есть человек, работающий на заводе в определенной сфере. Тем не менее, мы видим, что по словарным значениям все хорошо, действительно, если не считать вот этого первого значения, то первое, так сказать, первое-второе значение – это работник аппарата партии, и потом любой номенклатурный сотрудник какого-то административного или партийного аппарата. В общем, совпадает со французским языком, потому что в словаре это пежоатив, то есть пренебрежительное, аппаратчика указывает на члена аппарата какой-либо партии или профсоюза. Но, понимаете, тут получается такая вещь. Да, вот именно это пренебрежительное отношение ярко бывает выражено в СМИ. Например, как вы видите, здесь человек использует такое гиперболическое перечисление аппаратчика, 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 то есть и морда у меня аппаратчика, и что одеваюсь я как аппаратчик, и говорю я как аппаратчик, и мысли у меня как, и менталитет у меня, и уровень жизни у меня, и преимущества у меня аппаратчика. Ну, знаете, это ругань по поводу будущего министра внутренних дел Франции. И очень важно, что и там слышно тоже это сема роскоши и упрек в том, что в ней погрязли всевозможные функционеры, управленцы, привела к тому, что к слову аппаратчик прибавляется еще и слово черная икра, и вот в данном случае они обсуждают политика Меланшона, казалось бы, он левак, вот, но Мастрихские соглашения и Ля Гош Кавьях роскошествующая, погрязшая в роскоши левая часть французского управленческого аппарата. И если мы возьмем во-первых количество слово аппаратчик в французской прессе в интернете это 200 тысяч употреблений, это очень серьезно. Например, в итальянском языке менее двух тысяч употреблений слова аппаратчик. То есть мы можем смело говорить, что во французском языке это явление ассимилировано, это понятие каким-то образом преобразовано на свой французский лад, и вот в данном случае описывается критическое выражение Хиллари Клинтон. Как вы видите, при переводе, когда мы обучаем переводу, мы предлагаем студентам обдумать это и выбрать чистой воды аппаратчик или чистой воды управленец. Можно и так, и так, но оба слова даже сильнее показывают неприязнь. С другой стороны... Осталось две минутки. Да? Сколько? Две. Сколько? Две минутки. Две минутки. Конечно, мы сейчас еще 30 секунд проспрашиваем, останьте полторы. И так, хочу обратить ваше внимание на то, что слово аппаратчик перешло из политики, из левых партий в совершенно обычный вид характеристики человека, который все умеет. Вот в данном случае вы видите кандидатуру на посткардиналы, причем это женщина. При переводе аппаратчик мы видим, что, наверное, есть смысл просто дать служительнице церкви. Вот ни больше, ни меньше. И, наконец, в последний особенный вот этот год выступает как главное коннотативное значение похвала опытный, умелый, искушенный. В данном случае речь идет о министре здравоохранения Испании, который был долгое время аппаратчиком социалистической партии. Наконец выходит книга бывшего премьер-министра Франции в тени и, как вы видите, полностью переосмыслен идентифик, коннотативный элемент семантики. И в данном случае это уже воин, который служит своему господину, организатор, вдохновитель, суфлер, ноги, руки, уши и даже мозг политика. Настолько модное слово, что мальчик-певец из Мадагаскара даже назвал себя аппаратчик. И я не буду показывать, вы можете это посмотреть. Это знаменитейшая фраза французского кино, может быть, самая знаменитая, знаменитая актриса Арлети 30-х годов, когда она кричит атмосфера, атмосфера, скажи, Энгальд, атмосфера, не понимая слова атмосфера. Так вот, современный фильм, современный журналист цитирует, действительно, одна из культовых фраз, цитирует эту фразу, заменяя слово атмосфера на аппаратчик и ругаясь на то, что его кто-то упрекает, говорит, да разве же у меня морда аппаратчика. Таким образом, значение русского слова аппаратчик и французского слова аппаратчик неэквивалентны. Во французском языке мы видим активное освоение этого заимствования, изменение в сознании общества, которое начинает понимать, что такое человек, знающий как. И в обратном переводе нужны, конечно, ситуативные, контекстуальные замены этого слова. Чаще всего оно не передастся словом аппаратчик. Поэтому для приема перевода, который мы предлагаем, очень важно предшествующее обсуждение на родном языке. Большое спасибо за внимание. Спасибо большое, Марина Юрьевна. Если у кого-то есть вопросы, то, пожалуйста, можно задать один. то есть, Марина Юрьевна, получается, что слово это заимствование наше, достаточно частотное в современном французском языке и вряд ли в ближайшее время исчезнет из него. Особенно во время ковида. Вдруг все поняли, как надо уметь управлять. И это начала такая волна похвалы. Я аппаратчик. То есть, раньше такого не было. Он аппаратчик был, и я не была. Теперь вовсю. Да, вот такие метаморфозы. Спасибо еще раз. Мы продолжаем с вами обсуждать вопросы языковой картины мира. Готовы ли Татьяна Владимировна Ускова и Мария Алексеевна Викулина представить свой доклад? Здесь они? Я их не вижу в секции. Хорошо. Тогда я передаю слово Людмиле Борисовне Бойко с докладом о лингвах когнитивных основах формирования суеверий и примет в межкультурном аспекте. Здравствуйте, коллеги. Я сейчас постараюсь быстро поделиться экраном. Извините, пожалуйста, я давно отвыкла от зума. Мы работаем на другой платформе. И вот хотела задать Марине Юрьевне, то есть даже не вопрос, а комментарий. Вы, Марина Юрьевна, сказали о том, что у нас не употреблялось камня, так я поняла, не употреблялось слово название камня, употреблялось цирконий вместо фианита. фианита. Мне кажется, в моей далекой молодости у нас фианиты ходили как раз. Именно фианит по-русски был передан в рекламные кампании нашей страны, и наши рекламщики пытались продать этот камень под этим названием, но не получилось. Таких драгоценных камней, сколько угодно, сейчас новый модный муассанит. И наш никак не прошел. Мне казалось, что фианит так удобно произносить, и я ждала, что это 70-е годы, я помню его создание, просто в термостате в городе Троицке один инженер взял и создал этот камень, наверное, думая о своей жене больше, чем о славе. Его руководитель тут же подхватил и напечатал статью от своего имени, в общем, это был довольно веселый скандал о приоритете, в такой, в общем, прикладной области. Не пошло, не вошло это слово, хотя было некоторое время во французском языке, но благодаря продвижению, промоушену этих камней, оно стало все-таки называться оксид циркониума. Спасибо большое. Коллеги, мне что-то, как мы обычно это делаем здесь, демонстрация экрана, да, и почему-то у меня не вылезают эти наверно мне нужно его открыть там как-то где-то он... Да, он сначала изначально должен быть у вас открыт на вашем экране. Так, вот я сейчас открыла на экране. Простите, я за... Угу. Так, получается. Отлично, да, видно. Да, видно. Все. Тогда я сегодня с большой благодарностью за то, что есть возможность поучаствовать в очередной раз в этой замечательной конференции, не первый раз я участвую, мне действительно очень интересно здесь. я сегодня хочу рассказать о лингвокогнитивном формировании суеверий и примет в межкультурном аспекте. При этом я буду говорить о суевериях в первую очередь не приметах в том смысле, в котором, например, мы знаем приметы как результат многолетних наблюдений каких-то, но мы будем говорить о суевере, то есть суетной вере, пустая, тщетная вера, как она определяется по словарю с русской этимологией. И это мы будем рассматривать как рациональное убеждение в том, что предмет или действие какое-то обстоятельство психологически не связанное с ходом событий влияет на результат. Тут я еще хочу оговориться, дело в том, что суеверие изучается очень широко, психология особенно, потому что это действительно важная часть культуры, важная составляющая культуры. Удивительно, знаете, где исследуется суеверие наиболее активно в области маркетинга. Но меня это интересует меньше всего, а вот то, как лингвокогнитивно можно посмотреть на эти суеверия, к сожалению, на материале особенно нескольких языков это происходит пока в науке не так часто. А я хочу посмотреть на них с точки через призму английского, французского и русского языков. А вот вам все видно, да, или только кусок экрана моего слайда? Не очень хорошо видно, но мы можем установить картины. Да, справа можно. пусками какими-то. Очень странно. Вот обратите внимание, пожалуйста, на этом слайде просто представлены данные, вы можете их сами прочитать, о том, что вообще оказывается суеверие не просто по всему миру, распространение, это часть культуры, любой культуры причем, но несмотря на развитие цивилизации, несмотря на технический, научный прогресс, суеверные люди достаточно образованные, но мы знаем, что космонавты суеверные, медики суеверные, ученые суеверные, но когда мы смотрим на такие цифры, как студенты верят в порчу, до 72% исследования было проведено в Уральском и Барнаульском университетах, или американские ученые показывают такие цифры, как до 70% студенты там и просто средств населения верят в ангелов, то это, конечно, удивляет, а с другой стороны, давайте честно признаемся, если бы нас хорошенько так покопать, то мало кто признается, мало кто в конечном итоге согласится, что совсем-совсем не суеверен, вот я не суеверный человек, но где-то я, наверное, присяду на дорожку почему-то, но природа суеверий, конечно, кроется в психических состояниях человека, потому что страх заставляет человека искать какие-то знаки и повысить предсказуемость будущего. В когнитивной психологии, например, существует понятие перцептивные предсказания, их формирование позволяло древнему человеку планировать свои действия. Человек хочет либо привлечь удачу, либо отвести какую-то беду, и вот когда доступного объяснения, какому-то пробелу в знаниях нет, когнитивные системы берут на себя ответственность за заполнение этого пробела. Человек ищет вот эти знаки, которые ему укажут или помогут ему избежать какого-то дурного предзнаменования, которое сформировалось исключительно в сознании человека. Здесь нужно сказать, что важную роль играют и такие явления, как синхронистичность, это синхронистичность, это не синхронность, а именно синхронистичность, то есть случайные совпадения каких-то явлений и, например, повторяемость их. Вот когда явление повторяется, опасение по поводу этого входит в привычку и поиск сигнала и потом а потом привычка-то сама выходит из-под интеллектуального контроля человека. Суеверные ритуалы выражаются тремя основными способами физических действиях, когда мы постучим по дереву в одном из последних заседаний нашего что-где-когда клуба Козлов несколько раз заодно только заседание повторил постучим по дереву или сплюнем через левое плечо. Причем во всех языках это есть. Вербальные формы ни пуха ни пера например, ну и по-английски break a leg в основном в театральном, в французском тоже такое есть, но французы еще произносят то слово, которое я не буду произносить, когда они желают удачи. И в комбинациях, например, присядем на дорожку, мы говорим и присаживаемся. Конечно, суеверие формируются в ходе социализации, как говорит Vice, we are not born knocking on wood, we learn to do so. То есть, конечно, когда французская мама говорит своему ребенку нельзя переворачивать хлеб вверх ногами, на спинку, то, конечно, ребенок это усваивает со временем, а потом это становится привычкой и не подвергает это мамину рекомендацию никакому сомнению не осознает это. Потом это предубеждение закрепляется и остается уже без осмысления нашей культурно-поведенческой привычкой, речи-поведенческой привычкой. Существуют суеверия, которые характерны только для одной культуры, уникальные такие суеверия. Вот французское суеверие, что нужно шапочку на берете моряка потрогать помпончик на счастье или русское присядем на дорожку, которого нет в других культурах или, например, англо-американское повторять rabbit, rabbit, rabbit в начале месяца, чтобы месяц сложился удачно. Однако большая часть суеверии все-таки формируется в рамках таких общих концептуальных доменов. Вероятно, потому что общие культурные ценности сосредоточены вокруг важных событий в человеческой жизни и они, конечно, в каких-то областях локализуются, такие как человеческое тело, животные, птицы и так далее. Почему-то в трех анализируемых культурах обязательно есть суеверия о пауке. Там у меня слайд, не знаю, видите ли вы его, не слайд, а картинка. Номерологические суеверия, которые присутствуют практически во всех культурах, но числа разные становятся счастливыми или несчастливыми. Или, например, там упала ложка, упал нож, есть и во французской, и в русской, и в английской культуре. Но вот почему в одной и той же концептуальной области сформированные суеверия основываются все-таки на разных когнитивных основаниях, подвергаются разным интерпретациям. Вот, например, Йока Йона вспоминала, говорила, что когда они с Джоном Леноном шли и то есть очень по-английски надо сказать «bread and butter», если вас разделил столб, когда вы вдвоем двигались там по дороге. Да, вот в русском, например, этого нет. Мы тоже столб обычно не обходим с двух сторон, но у нас нет вот этого сопровождения. То есть вот такой ритуала нет, который сопровождает это суеверие. Я хочу показать с элементами фреймового анализа какие когнитивные основания лежат, например, в формировании сорочек суеверий, суеверия о сороке. Например, сорока, английская и французская вот вероятностная модель фрейма сороки содержит следующие слоты, исходя из тех суеверий, которые наблюдаются. Длинный хвост, например, у сороки, она болтливая и это парная птица. Вот в русском языке активируется слот длинный хвост «не было сороки, а гости у порога». Скорее всего, потому, что сорока их на хвосте принесла. А это еще можно инферировать из пословицы, поговорки русской сорока на хвосте принесла какую-то новость, например. То есть, скорее всего, это хвост является причиной всему. Вот то, что вы увидите в орфографии здесь на слайде, это так удали, поэтому, пожалуйста, не смущает. Сорока болтлива, она производит какой-то такой характерный звук. По-русски говорят «сорока сокочит, гостей пророчит». Значит, она наговорит нам гостей. Вот эти слоты не активированы ни в английской, ни во французской культурах, но зато у них активирован слот, что это парная птица. И поэтому по-английски «one for sorrow, two for birth, three for a wedding and four for death» и французская «une pit en pi» мы знаем, что в английской и в англоязычных и во французской франкофонных культурах если мы увидим одну сороку, это беде. Одна сорока – это плохо, но только в английской культуре существует такой заговор, чтобы отвести беду при встрече с одинокой сорокой. Поэтому по-английски нужно очень вежливо поприветствовать сороку «good morning general» или «captain» и обязательно спросить о том, как жена поживает его «good morning Mr. Mad Pai, how is your lady wife today?» Тогда как вот этой модели речевого поведения нет ни во французской культуре, но и тем более в русской, потому что здесь вообще мы не видим сороку как парную птицу. Соответственно фокус нашего внимания совершенно на другом. Кстати, в китайской культуре я не владею китайским, но естественно начиталась на эту тему. Сорока очень хорошая птичка и вот как раз парность является основным ведущим компонентом в этом фрейме сороки. Есть даже поцелуны на сорочем мосту, возможно наши китайские коллеги мне подскажут, как это реализуется в речевом поведении, но это тоже любопытно. И я не буду вас задерживать скажу то, к чему я пришла в результате. Я думаю, что в одной и той же концептуальной области формирующиеся суеверия показывают, как мы по-разному фокусируем наше когнитивное внимание. Причины для этого нужно искать в каждом отдельном случае конкретные. Но здесь важны практические выводы. В межкультурной коммуникации, например, мы можем сказать, что незнание моделей суеверного поведения свидетельствует о том, что коммуникант не принадлежит к числу своих. Поэтому это играет очень важную роль изучение вот таких моделей поведения в обучении иностранному языку и обучении межкультурной коммуникации. И мне кажется, что перспективно было бы рассматривать, изучать модели суеверного поведения как лингвокультурные идиомы, потому что они схожи по своей природе, с литностью своей вербальной и невербальной составляющей с лингвокультурной идиомой. На чем я и завершу. Спасибо за внимание и я буду рада ответить на вопросы, если знаю. Огромное спасибо, Людмила Борисовна. Пожалуйста, вопросы. Людмила Борисовна, как Вы думаете, проистекают ли суеверия из особенностей религиозного сознания иного народа? Ну это вообще отдельная тема. Это целая отдельная область, как нумерологические суеверия, например, сами по себе, а вот суеверия религиозные, они перекрещиваются сливаются, есть языческого происхождения, а есть уже, например, христианского. Это совершенно отдельная сфера, я, например, даже ее не касалась, но ведь это же тоже вера некая и вера в рациональное. Потрясающая и колоссальная область, меня вот интересовала в первую очередь связь с языком, лингво-когнитивная основа. Спасибо, очень интересно, важный очень вопрос. И если вот сравнить детское сознание и взрослое сознание, кто более суеверен, мне казалось, что мы в детстве почему-то вот как раз вот через эти вот курьи ножки, так называемые столбы, мы их обходили все время почему-то стороной. Не просто, это не только мы, это, знаете, нельзя ходить под треугольником, вот это как раз восходит крестьянству, это суеверие, потому что вроде как ассоциируются с троицей, а в англоязычных культурах, во франкофонных культурах нельзя ходить под лестницей, так же, как и у нас, там вот между этими курьими ножками, категорически, такое же существует вот опасение, что случится а то, что они детские, да, так они в первую очередь в детстве больше всего. Или это их взрослые навязывают детям каким-то образом? Нет, это их взрослые навязывают детям, ну, например, если нам говорят, что нужно пересесть на дорожку, дети до этого не дадут, вот это или оглянись, посмотри в зеркало, если ты возвращаешься, да, конечно, это все приходит социализация, вот здесь как раз это постигается так же, как мы язык постигаем, потому я думаю, что это идиома, лингвоповеденческая такая идиома, поэтому, конечно, в детстве, а в детстве еще больше сверили тех, у которых нет взрослых, и вот эта вот как бы этнографическая сторона изучения языка очень важна, вот сейчас, я знаю, объявлено объявлено в университете Гонконга новая тема для публикации в Транслейре, они как раз вот говорят об этнографической стороне изучения языка в аспекте перевода, в методах в аспекте перевода. Мне кажется, это очень важная тема. Да, конечно. Спасибо. А маркетологи, кстати, чего боятся? А вот у них, оказывается, рассматривается суеверие с точки зрения поведения покупателя. Покупатели, оказывается, очень суеверны, и там очень много разных опасений. меня поразило, когда я занялась этой темой, я так ее просто проглядывала мельком, потому что... Вроде бы маркетинг это наука, вроде бы, и они должны на какие-то там научные принципы опираться, а не на суеверие. В рамках своей науки они изучают поведение покупателей, а поведение оказывается суеверным. Все ясно. Спасибо огромное, очень интересно. Наш следующий докладчик представитель Уральского Федерального Университета имени Ельцина Нгуэнт Хитхань Хиэу с докладом о когнитивном сценарии высокомерия и его о репрезентации в русском и вьетнамском языках. Да, всем видно, да? Да. Добрый день всем уважаемый руководитель, уважаемые участники. Вашему вниманию представляется доклад на тему когнитивный сценарий в высокомерии и его репрезентации в русском и вьетнамском языках. К сложным форматам представления знания в когнитивно-лингистическом относится премию сценарий и гештальт. Гештальт является особенным более высоко организованным видом когнитивной структуры, которая соединяет в себе чувственные и рациональные в их единстве и целостности. Черниль Иосиф Абрамович рассматривает гештальт как целостный образ, совмешающий чувственные и рациональные элементы, а также объединяющий динамические и статические аспекты отображаемого объекта или иклини. А фрейм представляет собой одно из центральных понятий в когнитивной лингвистике. Болдырев Николай Николаевич трактует фрейм как объемный многокомпонентный концепт, представляющий собой пакет информации, знания о стереотипной ситуации. Другой сложный концепт, тесно связанный с фреймом, это сценарий. В когнитивной лингвистике сценарий трактуется как структура и сознание, описывающая стереотипные цены, события. Близко к тому пониманию определения сценария предложено Баранов Анатолий Николаевич, которые рассматривали сценарий как концептуальную структуру для процедурного представления знаний о стереотипной ситуации или стереотипном поведении. Проводимые нами исследования посвящено систематизации средств выражения высокомерия в русском и венамском языках и описание тех форматов знаний, которые стоят за исследуемой концептуальной структурой. Высокомерие по данным словарей связано с предпосходством над окружающими людьми и пренебрежение по отношению к окружающим людям. Оно считается отрицательной чертой характера, которая способна облакнуть от человека любого. Феномен высокомерия является предметом изучения многих направлений гуманитарных наук, психологии, философии, лингвистики и так далее. В психологии высокомерия связывается нарциссизм. Согласно Гарри Голлэксмиту, данный термин толкуется как повышенные сомнения, грандиозность, связанные с тонкой чувствительностью и психической ранимостью. С философской точки зрения высокомерия рассматривается как проявление гордости. Дальше посмотрим высокомерие в лингвистике. В словаре русского языка Оживого Сергея Ивановича и Шведовой Натальи Ивлевны приводится следующее толкование при высокомерии — гордое и надменное поведение отношения к кому-нибудь. Современные толковые слова русского языка Ефремовой Татьяны Федоровны дают иное таклование в высокомерии, уверенность в своем превосходстве, пренебрежительные отношения к окружающим. Даже поставление двух словарей позволяет судить о том, что представления о высокомерии различаются. При рассмотрении высокомерия в русском языке мы сравнив с таклованиями ТК во вьетнамском языке выявляются их универсальные и уникальные черты. Слово в высокомерии переводится на вьетнамский язык двумя способами. С ТК дословно переводится в высокомерии. Слово С являются частицей, которые ставятся перед прилагательным или глаголом для создания существительного. И ТНТК дословно высокомерный характер. Слово ТИН имеет функцию как слово С, но оно добавляется перед только прилагательным обозначающим характер человека. Слова вьетнамского языка под редакцией Куан Фэй приводят следующую дефиницию слова ТК то есть переоценивать себя и пренебрежительно относиться к другим. В словаре в чат дается такое докладание оценивать себя самым лучшим лучше других поэтому пренебрежительно относиться к другим. Таким образом если в русском языке это слово является существительным и определяет как черта характера и поведения человека то в вьетнамском языке отсутствует именно номинация свойства однако имеется прилагательные обозначающие высокомерный характер. Когнитивные сценарии в высокомерии репрезентируются глаголами например в русском языке пыжиться важничать куражиться хвастаться во вьетнамском языке например представлены на слайде или глагольными фразеологизмами например в русском задирать нос набивать себе цену опускать пыль в глаза или во вьетнамском языке фразеологизм который переводится дословно считать небо как крыша или смотреть других полглазами и так далее в русском языке когнитивные сценарии в высокомерии реализуются преимущественно глаголами в то время во вьетнамском глаголе фразеологизм например буквально переводится поднимать лицо то есть или фразовыми глаголами обозначая образующие действия стокомерного поведения например показаться высокомерным в высокомерии представляют собой межисковое универсальное представление об отрицательном поведении при анализе семантики зимит репрезентирующих сценарий высокомерия нами выделены две смысловые группы присутствующие в русском и днамском языках в первой группе преувеличенные мнения о себе проявляются в речевых реакциях и направлено на создание положительного впечатления о себе у окружающих например глагол хвастаться степан медалью и говорит я очень рад не тому что получил деньги от ассоциации содействия развития обучения а тому что вы еще помните обо мне и уважаете мою семью приведенные примеры указывают на то что в обоих языках отношение к хвастовству отрицательное но во вьетнамском существует скрытая семантика в которой хвастовство оценивается более снисходительным во второй группе преувеличенное мнение о себе обнаруживается в невербальных реакциях например в ваш речи рассмотрим пример из национального корпуса русского и вьетнамского языков потом этот прославленный актер стал дьявонский ваш но перестал хулиганить или во вьетнамском языке руководитель руководитель недоволен новым сотрудникам потому что он недавно устроится на работу и важен с работодателем во второй группе оценка высокомерия в русском и вьетнамском языках полностью совпадает таким образом высокомерия являются сложным форматом знания представящим в виде когнитивного сценария который реализуется в двух разновидностях связанных с проявлением высокомерного поведения отношение к высокомерному поведению в русско-вьетнамской лингвик культурах совпадает однако национальной особенностью вьетнамского сценария являются возможности нейтральной или снисходительной оценки высокомерного поведения доклад закончен спасибо за внимание большое спасибо если вопросы к к лодчику можно у меня вопрос да можно пожалуйста скажите пожалуйста тхань да вот в русской лингвокультуре высокомерия во многом осуждается потому что ну из-за христианской культуры потому что оно связано с гордыней первым смертным грехом вот во вьетнамском лингвокультуре почему высокомерие является плохим качеством по какому кодексу ну вот существуют ли какие-то тексты вот такие экономические что-то такое что осуждает высокомерие так ну наверное я не до конца поняла ваш вопрос то есть ну во вьетнамском языке высокомерный считается плохим поведением но есть скрытость семантика считает это хорошее поведение а вот почему оно плохое что вот где написано что высокомерие это плохо почему оно осуждается вот с точки зрения вьетнамской культуры с точки зрения вьетнамцев высокомерие то есть высокомерие это когда люди переоценивают себя и и плохо и и плохо ну когда и не уважают других людей и считают что что они самому нужны самому ненужным хорошо спасибо то есть видимо какие-то базовые общечеловеческие принципы там да в основе спасибо большое у меня тоже еще один вопрос я могу да пожалуйста уважаемый госпожа скажите пожалуйста а бывает так что человек сам не замечает что он высокомерный он думает о себе как скромном нормальном человеке а другие говорят а он высокомерный вот такое бывает у вас в ваших работах вот то что вы нашли какие-то контексты какие-то может быть литературные произведения я объясню дело в том что я провела интервью с одной американкой потому что я делала исследование о том что значит Mayflower American это выражение или Mayflower Family это люди которые приехали 400 лет назад в Америку и в общем они очень богатые с прекрасным образованием вот эта дама окончила Ельский университет соответственно ее семья напополам Гарвард и Ель и я у нее спросила скажите пожалуйста а вот как вы считаете Mayflower American они высокомерные Are they arrogant Are you arrogant и вы знаете она мне ответила да что вы я совсем не высокомерна просто мы самые хорошие мы самые лучшие We are the best это был ее ответ Oh no I am not arrogant We are the best вот такие люди они же не замечают что они высокомерные вот у вас такие контексты есть но к сожалению нет но мне кажется да бывают такие люди бывают да замечают замечают спасибо микрофон скажите пожалуйста нужно ли демонстрировать презентацию я я представлю систему понятий которые лежат в основе моего исследования следующий следующий слайд пожалуйста на втором слайде представлено определение языкового сознания и нужно сказать что языковое сознание верблизует не то есть верблизует ноль эти знания связанные с узнавательной деятельностью и знания получены в ходе оценочной деятельности я прошу прощения Елена Борисовна если чуть ближе к микрофону вы можете там как-то это сделать чтобы чуть-чуть слышнее у вас было спасибо наиболее целесообразным способом анализа содержания языкового сознания является выделение ядра отведение ядра языкового сознания также представлено на слайде важным понятием в нашем исследовании является и понятие ассоциативной вербальной сети под которым понимается система ассоциативных связей слов сознания носителей языка и ассоциативная вербальная сеть строится на базе ассоциативного словаря который составляется на основе результата свободного ассоциативного эксперимента с испытуемыми по мнению Юрия Николаевича Караула наблюдения над составом и соотношением фрагментов ассоциативных вербальных сетей разных языков могут приблизить нас к пониманию особенностей видения мира и его оценки национальным языковым сознанием на следующем слайде представлено определение оценочной ассоциативной доминанции который мы понимаем как ядерное ассоциативное слово имеющее наибольшее число ассоциативных связей в ассоциативно-вербальной сеть цель нашего исследования через сравнительный анализ семантических гештальтов ассоциативных полей ассоциативных доминантов хорошо плохо добре погано выявить особенности оценки реальной действительности носителями русского и украинского языков на следующем слайде представлен материал исследования нужно сказать что славянский ассоциативный словарь содержит результаты анализа и обобщения данных свободного ассоциативного эксперимента проводившегося носителями пяти славянских языков русского украинского белорусского болгарского и сербского словарная статья словаря представляет собой конструированные на основе экспериментального материала ассоциативные поля на следующем слайде представлено определение ассоциативного поля ассоциативные поля имеют семантическую организацию своего состава названную Юрий Николаевичем карауловым семантическим гештатом который вкладывает с собой несколько изон и объединяет типичность данного языкового сознания признаки предмета или понятия соответствующего имени поля на следующем слайде мы представляем процедуру построения семантического гештатка которая заключалась во-первых в выделении выключения и включении в его состав только тех ассоциативных которые имеют со стимулом оценочные связи вторым шагом было отнесение ассоциативных той или иной семантической зоне гештата и третьим шагом было деление семантической зоны на подзоны для сравнительного исследования следующий слайд на этом слайде представлены результаты моделирования семантического гештата ассоциативного поля хорошо и выделено семь зон а моделирование ассоциативного поля добря выделено шесть зон гештат ассоциативного поля хорошо при наличии совпадающих семантических зон отличает от соответствующего гештата ассоциативного поля добря существование такой зоны которая отражает место положительно оцениваемое русским и зерновым сознанием хорошо там где нас нет как видим семантический гешталь ассоциативных полей хорошо и добре в кванциативном соотношении подзон соответственно в четырех зонах мы видим одинаковые числовые значения что кто когда какое на следующем слайде мы видим то количество анализ отзов составляющих данной зоны показывает различие их рангов то есть различие в структуре соответствующих зон давайте посмотрим на таблицу ассоциации первого ранга русском и украинском одинаковые это радость но вот ассоциации второго ранга русском и украинском разные русском деньги по рангу второе а в украинском слово ассоциации третьего ранга в сходной ну в некоторой степени мы видим что в русском и в самом сознании на этом на этой позиции есть еще слова и помощь и здоровье и лето следующий слой в результате моделирования семантического гиста ассоциативного поля плохо ассоциативного поля погана выделено семь зон как видим здесь количество зон одинаковых количество подобных зон систематического гистальта отрицательных ассоциативных доминар больше чем у положительных ассоциативных доминар это подтверждает факт численного преобладания слов отрицательной оценки над словами положительной оценки в русском и украинском языке следующий слой гистальт ассоциативных полей плохо погана в антитативном отношении подзор также тождественны при этом анализ структуры данных гистальтов показает различия рангов подзор определяющиеся по их уверенному весу различия структуры наиболее представительной зоны гистальт отрицательных ассоциативных доминар русско-украинского языкового сознания делать регистрируется в количестве оценочных связей стимулов плохо поганого с статинно-вербальной сети на следующем слайде мы с вами увидим что же хорошо и плохо в сознании русского и украинского носителей русского и украинского языка в русском языковом сознании хорошо делать жить учиться отдыхать работать спать в украинском языковом сознании делать хорошо будут читать русские жить делать учиться отдыхать понимать что хорошо в русском языковом сознании хорошо это радость деньги спокойствие здоровье удовольствие в украинском языковом сознании радость Слово спокойствие, сердце удовольствие. Ассоциации представлены по убыванию частотности. На следующем слайде мы сами увидим, что плохо. Плохо в русском языковом сознании жить и работать, вы видите, амбивалентная отымка, да, на лицо спать, видеть и думать. В украинском делать плохо, так же жить, делать, спать, видеть. В русском сознании плохо болезнь, в украинском тоже в первую очередь плохо боль болезнь. И далее мы видим разницу в русском сознании беда, ложь, зло, похмелье. И в украинском языковом сознании ложь, леды, похмелье и плохой настрой. Это уже плохо, с точки зрения украинского языкового сознания. Таким образом, мы можем делать вывод о том, что при сходстве состава семантических гештальтов, ассоциативных полей, ассоциативных доменант, хорошо добрее и плохо погано, наиболее ярко национально-культурном языке, ассоциативных проявляются в структуре, то есть в развитии частоты и количестве ассоциативных связей, исследуемых единиц с церковными элементами ассоциативных вербательских сетей. Спасибо за внимание. Большое спасибо, Елена Борисовна. Пожалуйста, уважаемые коллеги, ваши вопросы есть, возможно, задать. Можно у меня вопрос? Да, Андрей Юрьевич. Спасибо за доклад. Вот, может быть, я что-то прослушал, потому что иногда плыл как-то звук, особенно в конце. Вот скажите, а о каких качествах свидетельствуют вот такие ассоциации, отличающие русских от украинцев? Вот какие-то выводы можно из этого сделать? Спасибо, Роман Евгеньевич. Базовое понятие, как хорошо и плохо. Хорошо и плохо, разница не очень яркая. Национальная специфика яркая не регистрируется. Но регистрируется разница в чистоте этих ассоциативных связей. Вот это регистрируется. Если конкретно, вот и уже было на славе, мы говорили, что в сознании русских плохо, и украинцев одинаково плохо, это боль, но в то же время в сознании русскому у нас плохо, ложь на ранг более низкий, чем в украинском сознании ложь, то есть брехня, он не более высокий рамок. Это плохо. Спасибо, Елена Борисовна. Можно задать вопрос? Андрей Эдуардович. Спасибо большое, Елена Борисовна. Скажите, пожалуйста, в основном термин языковое сознание относится как бы к одному языку, родному. Но поскольку мы говорим в основном преимущественно, я бы даже сказал бы, ну, скорее всего, билингвальной ситуации, то все же вот будет ли абсолютно справедливо говорить об украинском языковом сознании? Спасибо. Вы считаете, владею, имею ли я украинское языковое сознание, да? Нет, я имею в виду просто вот как бы четко вот разделять, да, потому что на самом деле, ведь получается, что язык, да, вот по психолингвистике, то, в общем-то, он как бы вот отражает сознание. А если вот билингвый, и тем более вот идет такое сопоставление. Мне кажется, что вы как раз очень четко показали, да, есть какие-то вот особенности, возможно, территориальные. И если провести, скажем, особенности, если, ну, такое возможно, языкового сознания, к примеру, там вот жителей Москвы и, к примеру, Якутии, вот, то, может быть, мы получим примерно такую же картину. Дело в том, что мое исследование диссертационное как раз показало, что внутри России региональные специфики в сознании практически не выделяются. Понимаете? Региональная специфика по отношению к возрасту, к профессии, к образованию практически нулевая. А вот мы это сравниваем, это сравнение проводило по словарю славянскому, и вы, наверное, обратились, что внимание по словарю славянскому ассоциативному словарю был изнан в 2004 году. Да, да, да. Я хотела бы сейчас пробовать исследование, посмотреть динамику. Мне кажется, на данный момент, да, вот это вот изменение в специфике, я увижу больше будет. Спасибо большое, да, я понял, спасибо большое, спасибо большое. Спасибо большое Елене Борисовне еще раз. На сегодня это был последний по очередности, но, конечно же, не по значению доклад. Уважаемые коллеги, есть ли у кого-нибудь желание поделиться вашими впечатлениями о сегодняшнем дне работы? Уважаемые коллеги, я хотела бы, как и многие из вас, поблагодарить организаторов конференции и Дмитрия Николаевича за введение сегодняшней текции очень обстоятельно, технически, грамотно, по-доброму, внимательно. Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я был только слушателем сегодня. Я могу сказать, чрезвычайно высокий уровень, спасибо всем за очень интересные доклады. Особенно я бы выделил вот суеверие, ну просто это вот для меня может быть самое интересное, самое такое передовое. А так все были просто замечательные. Спасибо вам огромное, Дмитрий Николаевич, вы молодец. Спасибо. Людмила Борисовна, вы руку тянули тоже, по-моему. Нет, это я хотела поаплодировать конференции. Дело в том, что отвыкла от зума. Например, даже не знала, как поднять руку, а это аплодисменты. Понятно. Главное спасибо организаторам. Не первый раз участвую, повторяю. И правда, просто очень теплая атмосфера и очень интересные доклады. Спасибо большое. Я от всего сердца вас благодарю. Я руку подняла. Извините, извините, пожалуйста. Это братчиков Надежды Станиславовны. Надежды Станиславовны, да. Я очень единственное, что я очень-очень хотела бы, чтобы чуть-чуть дали больше времени выступающим. Я понимаю, что я очень быстро говорила, но вот это я понимаю формат мероприятия. Но я действительно очень теплая обстановка и очень высокий уровень. Спасибо вам большое. К сожалению, да, нехватка времени – это наша традиционная проблема. Но либо мы даем возможность как можно большему количеству человек представить свои какие-то работы, либо не получается у нас этого тогда, да, потому что дальше у нас еще не заканчивается сегодняшний день работы. У нас еще с вами круглые столы и мастер-классы планируются после небольшого перерыва, да. Ну и книжная ярмарка. Ну и еще раз в заключение вас всех благодарю и приглашаю как и на оставшиеся мероприятия сегодняшнего дня, так и на завтрашнее заседание нашей секции под руководством уже Светлана Андреевны Песиной. Я просто уверен, что оно тоже пройдет очень интересно и содержательно, потому что доклады тоже очень интересные, будут касаться когнитивно-прагматических особенностей различных языков. И думаю, что мы все этим насладимся. Спасибо вам большое. До следующих встреч. Большое. Спасибо огромное.